роза иншин маринер отцвела и мне надо обязательно срезать ее потому что нужно чтобы на ней появились новые цветоносы нужно простимулировать ее обрезкой на внешнюю почку хотите покажу сейчас покажу вот она цвела вот она мы можем срезать на спустя немножечко ниже вот так можно еще ниже это ваше желание но я вот срезала на внешнюю почку дальше смотрим там внутри загущение идет я срезаю загущение и в этом загущение посмотрите что происходит она уже дала новый видите побег для цветения но я его вырезала потому что он смотрите весь покоцаны покручены весь это раз внутри куста это два а третье посмотрите он даже листья не проветривается и они как как будто грибочек появляется но ничего мы сейчас его проредим этот куст и иншин маринер расцветет через две недельки может даже и раньше потому что здесь я срежу только вот эту верхнюю штучку одной рукой сложно можно оторвать вот потрясем потрясем эти пусть до цветают хотя желательно взять просто вот это все обрезать полностью и она полностью растет а можно дать вот этой кусочку немножко нас порадовать хотя это уже маленькая радость но ничего и можно подкормить после того как мы ее обрежем простимулировать и следующее цветение вот это будет вторая волна нее а тут рядом к венке но она миленько миленько аккуратненько видите и выпускает новые одновременно и цветет а иншин маринер потому что я ее опоздала обрезать она у меня вот так за каприз чего за капризничала обрезаем дальше на внешнюю почку на косую это я прям мой сделала средством что руками очень тяжело и перераз все заново вот так и и следующий вот она встречается с этой и я хочу чтобы она вот так вот выросла в ту сторону тут очень густо у нас и и я вырезаю вот этот побег который идет внутрь куста вот внутрь куста вырезали все мы там про свежий свежий сделали свежий срез вы тут вот хочу сделать у этого потому что спящая почечку чтобы проснулась спящая почка но вот подкромсали немножечко его можно было еще сильнее вот так обрезаем свои розочки после цветения и низ розы тоже если сильно долго идут дожди мы можем листики прорядить он там внутри если особенно они очень больные можно поснимать листики внутри куста и внизу куста это у меня вход в парник тут у меня инжен маринер радует меня там огурчики и моя школка ну все обрезали свои розочки эту пока я не трогаю потому что она цветет ну а вот тут вот могу уже и помочь и обрезать вот этот кусочек тут все уже видите в новое идет внутрь куста ничего вроде не растет растет вот там нашла и внутри куста и тут вот ей не надо это тут загущение такое вот мы его срезали мы можем кстати его укоренить вот это вот буду квинке укоренять вот так возьму и укорению можно срезать еще один раз обрезать листики лишние вот тут вот все в корневинчик укунуть вот вот так баночку под баночку можно можно и так можно и так не хочет идти надо палочкой сделать дырочку и туда квинки вставить много листиков лишних загущенный кустик и в нем вот такие пятнышки у листика появились а вот так что вырезайте ненужные побеги вот этот бы тоже вырезать но он пока цветет и я пока полюбуюсь от этой красотой квинки такая квинки-квинки а это портулак съедобный вкусный портулак трава портулак вместе с огурцами вот такая красота ну все спасаем свои розочки и розочкам даем новую вторую жизнь и на этом мы сегодня ролик по обрезке розочек в минске неделю дождей и все загрустила с одной стороны всем радостно и всем хорошо а с стороны все вот так вот попортились и вот так вот полегло все полегло вот кстати вот тут розочка у меня обалденная это плетистая на водой дала такие красивые побеги в этом году в прошлом году на не цвета я ее посадила в прошлом году первый раз вот у нее такой очень красивый вот но цветочек но он начинает уже набирать сильную влагу и подгнивать наверно все хорошо себя чувствует это чувствую чувствую этот может надломаться с побед потому что он очень хрупкий потому что один мне такой сломался вот с другой стороны ну я его вырежу вот этот поставлю в вазочку красоту такую салатовым отливом розы очень красивый цвет а вот срежу тут чтобы этот побег все-таки не выломался потому что было что с этой розы такое произошло очень красивая роза не знаю почему я ее посадила около парника хотя знаю потому что я боялась что она будет вымерзать плетистая я ее веду коротко не даю ее от эти плети вот эту срежу штучку которую надала потому что я ее так высоко не укрываю и не буду опускать у меня формировка ее будет совершенно другой нами здесь радует и говорит о том что таня в парнике тоже красиво вот это сорняк я поняла никто не отвечает этот вырастил сорняк может это вообще какой-нибудь борщевик вырастила у себя но он такой красивый вот такими цветами борщевик же вообще опасно трогать но я его уже трогала и аллергии не было значит это не борщевик но буду вырывать сегодня вот эту красоту ну конечно очень и очень красиво смотрится сейчас пофоткаю и выру потому что я поняла что это не цветок почему я засомневалась потому что вот так распускались и я думала цвет появится кто знает напишите что это за трава такая у меня выросла опасная ли это трава кто считает ее красивой кто считает ее некрасивой но на фоне роз это просто бомбический букет сделать бомбический букет такой или нет я не знаю что я вообще если честно не знаю вдруг это ядовит а может это цветок напишите мне пожалуйста вот он такой красивый этот это у меня тут деревенский уголочек с грядками все попадало от дождей надеюсь уже последний день сегодня будет дожди а потом уже начнется тепленько вот смородинка такая яркая толстенькая вот собирай называется и морозь дашка уехала кто будет собирать смородинку опа у меня то нет времени даже собрать смородину очень смотрите большая крупная красивая просто прелесть и вкусненькая кисленькая как любители я люблю кислая здесь расцвела розочка вот так вот от дождя она поникла я не помню название это такая вот красоточка все она так завалилась у меня но это все у меня грядки и в этом году и шульца просто сама по себе выросла я не успела здесь ничего посадить и руки не дошли так вот и шульца как сорняк ну создала мне такой уют уют вот такая красота у меня вот здесь в этом пространстве здесь у меня виноград какая смородина сладко здесь у меня сорняк пояса виноград я тут она должна оборвать пару листиков сюда него доходил свет потом так и не созреет потому что в парнике у меня виноград уже с большими гроздьями а здесь такие только начинается почему потому что здесь ему мало солнца мало света надо его поредить немножко обрезать вот этот куст и тогда появится солнечный свет на винограде и он начнет быстрее зреть у меня одышка почему от того что я ем одновременно говорю с вами смородинку вкусную привела я вас показать голубику видите нечаянно от процесса розы перешли на огород вот а так просто забуду потом вам показать потому что летит летит время я все вам забываю показать огород а вот так что обрезайте свои розочки и сажайте голубичку сейчас буду есть голубику мой кисло смородиной то вкуснее было на удивление ну все на этом я с вами прощаюсь вот тут у меня в огороде так проходите и тут у меня одинаковые розочки растут по их сама развела какая кислая пойду за смородиной смородину мы подвязали потому что она вся падала еще раз покажу вот смородина а вот голубика голубика вот эта мелкая потому что еще не набрала свою силу или с ней что-то произошло не то ну смотрите много может силы не хватает вырастить столько цвет ягодок а на этой крупная почему потому что очень мало или или другой сорт может какой blue crop или дюс дюс ну вот и все давайте солнышко все таки же сегодня какое число 10 нет 5 июля почти середина лета это июля и стало холодно вот так вот все затянуло тучками . не затянула вот ну все розочки мы обрезали с вами в парничок еще один вот закончу ролик заглянув парничок что там парнички ешь пришла снять парник быстрее открыть парник огурчики тут на полу помидорчики загущенные не прореженные перчики все требует работки на все она к струже что пока пока